Волня с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Все присоединившиеся. Мы держим руку на пульсе. В общем, смотрим все время в сторону границы и сообщаем вот все самые последние новости, особенно латвийско-белорусской границы, поскольку сохраняется напряженная ситуация в сфере миграции, периодически пытаются перейти, незагонно пересечь государственную границу люди-мигранты. И вот в Лудзинском, Краславском, Даугавпилском и в других краях до чрезвычайной ситуации даже будет продлена до 10 мая. Вот обо всех этих нюансах, как... Ну, о последствиях, скажем так, этих нюансов. Просто МВД поясняет, с 13 декабря наблюдается стремительный рост числа незаконных пересечений латвийско-белорусской границы, и, конечно же, люди просят убежище и статус убежица. Как разделить вот этих людей, которым действительно нужна помощь, и... Да, и какая помощь оказывается, где они оказываются сами, в каких условиях живут. Дело в том, что одновременно, буквально на днях, фонд общественной интеграции заключил договор с компанией «Калета» с Латвия. Они сменят латвийский Красный Крест, и эта организация будет в дальнейшем оказывать помощь беженцам. И что это за помощь, в чем состоит их работа основная. Мы побеседуем с главой отдела инструментов развития, инструментов развития, точнее так надо акцент поставить, фонда общественной интеграции «Алды Себры», госпожа Себры. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Да, вот каким образом, может быть, сразу проясните, вот люди, которые пересекают границу, как отделить вот тех людей, которые действительно бегут от войны, бегут, это действительно реальные беженцы, которые просят убежище в случае, если у себя на родине они подвергаются риску погибнуть, или какие-то условия совершенно критические для жизни, и так называемые, я не знаю, экономические мигранты, которых перевозят к границе практически какими-то серыми, даже черными контрабандными схемами, и у которых желание только, ну, пересечь границу нелегально и получить пособие, на которое они будут жить. Да, ну, доброе утро. Еще раз, ну, мне надо сказать, что есть компетенции нашего фонда, есть компетенции МВД, чтобы мы различили. Если персона спрашивает убежище, тогда Министерство внутренних дел, они рассматривают это, почему они хотят, какие условия, почему они хотят в Латвии, и тогда, после многочисленных интервью они решают, есть ли повод спрашивать убежище в Латвии. Мы, как фонд интеграции, уже работаем только с теми людьми, которые уже попросили официально убежище, или получили статус беженца, или альтернативный статус. До этого статуса, ну, мне надо сказать честно, мы не работаем с этими людьми, потому что это уже вопрос Министерства внутренних дел. Да, 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 конечно, в рамках вашей компетенции мы будем разговаривать. Да, да, да. Итак, какая помощь, оказывается, какую помощь чаще всего просят эти люди? И, кстати, откуда они? Ну, я вам скажу так, мы с этим, если так можно сказать, целевой группой, если корректно я сказала, с этими людьми, мы работаем с 2016 года. И то, что мы предлагаем, это помощь социально-экономическая, это не финансовая помощь, это помощь социального работника и социального ментора. Этот человек приехал в Латвию, он хочет тут жить, и тогда социальный работник с ним работает и понимает, какие проблемы, какие вопросы у них, что они тут хотят делать, как они могут лучше интегрироваться. Ну, самые первые вопросы, это, если есть дети, это как пойти в детский сад, это как пойти в школу, потом, конечно, для взрослых и детей, это изучение латышского языка, это тоже курсы интеграции, как мы тоже живем, какие у нас есть, ну, как бы навыки, и как найти работу, как найти жилье, как оформить документы, все, как открыть счет в банке, все такие, ну, как бы у нас ежедневные вопросы, которые человеку, который приехал в другую страну, который, ну, в большинстве не знает языка, очень трудно, и вот это мы помогаем. А какие наиболее частые причины, почему люди объясняют, что они хотят сбежать именно в Латвию? Наверняка задают же им вопрос, вот почему выбрали Латвию? Ну, конечно, есть вопросы, но если мы говорим о тех беженцах, которые, например, приезжают из бывших стран Советского Союза, это потому, что они, как бы, уже знают, знаете, что тут можно говорить даже на русском иногда, и что могут, и понимают культуру, ну, и такие, ну, из других стран, ну, я не знаю, наверное, есть какие-то обстоятельства, почему Латвия, это Европейский Союз, тут демократия, и все, ну, все такие. Но вот интересно, а хотят ли действительно эти люди остаться в Латвии, или они рассматривают Латвию как, ну, дальнейшую, ну, транзитную точку, а хотят, скорее, в Германию куда-то, во Францию? Знаете, я скажу честно, когда мы сначала, ну, наши специалисты, не я, но специалисты говорят с ними, они всегда говорят, они хотят остаться тут в Латвии. Нет таких, которые сразу говорят, нет, я тут приехал, переживу, перекочусь и уеду. Нет таких. Но, конечно, когда они сталкиваются с реальной жизнью, ну, например, они получают статус беженца или альтернативный, и надо выходить из центра Моценик. Ну, представляете, у человека, он не знает, латышка, язык, да, работу ему трудно найти, потому что нету языка. Жилье найти. Ладно, если мы найдем жилье, если нету там каких-то, ну, есть где арендовать, за это жилье надо платить. Мы говорим о пособии, которые, ну, наше государство платит. Это очень маленькое, например, семья, ну, 3 человека, да, глава семьи получит 139 евро, и остальные 97. Ну, сейчас подумаем, сколько стоит арендовать квартиру, плюс коммунальные, это все, да. И у этих людей нету, как бы сказать, я не знаю, как на русском, на латышком это копия, но как бы своих, как бы, людей. Община, да. Да, и это все в совокупности все формирует. И есть люди, которые остались, которые нашли работу, нашли жилье, дети идут в школу, учатся, и все хорошо. А есть, которые это не могут, ну, перейти этот, как бы, и уезжают. Это, ну, например, люди из Беларуси, из России, очень много, но которые получили статус, они тут остались, да. Они, дети идут в школу, и родители работают. А те, которым труднее, потому что у нас совсем другая культура, я говорю, язык и все другое, много, но много из них, да, уехали. Ну, я не хочу говорить это, потому что экономически они хотят в Германии. Каждый из нас, ну, хочет нормальные жительные обстоятельства. Ну, это нормально для человека. Если тебе дети, тебе надо их прокормить, одеть и в школу пустить, да. Но там много вопросов, почему останутся, оставляются, а почему уезжают. А вот сама психология, потому что очень многие говорят о том, что действительно, ведь это разный подход. Есть те, кто действительно беженцы, которые хотят, согласно на любую работу, они согласны включиться, интегрироваться. И есть те, у которых психологически заранее они едут, потому что они считают, что высокий уровень жизни, и мы сможем жить на пособии. Нас обязаны кормить, поить, мы можем ничего не делать. То есть это, в принципе, то, ну, с чем сталкиваются. Ну, в Латвии так не будет, потому что в Латвии, как я вам сказала, способи очень маленькие, и они только на какое-то короткое время. И есть закон, который говорит, им надо начинать работать. Ну, конечно, ну, так как я работаю уже шесть лет, ну, шесть лет я уже слышала рассказы. И, конечно, есть люди, которые начинают работать с очень тяжелой работой, физической работой, да, и есть проблемы с здоровьем. Это все мы проходили. Но это, конечно, ну, это зависит от каждого человека, хочет или не хочет. Мы предлагаем помощь социального ментора, как тут жить, что искать, какие у нас нравы, простите, как платить за электричество, как платить за воду, как идти к семейному врачу. Это все мы можем на таком уровне помочь. Но дальше это очень зависит от человека самого, как он хочет, хочет он жить, хочет он работать. И то, что мы им говорим, что наши нравы — это учиться, это работать, это то, что у нас самое, на первом месте. Хотите, тогда мы поможем. Если вы хотите жить, например, на пособии, это не будет наш случай. Ну, невозможно. Ну, предположим, да, полностью с вами согласен, конечно же, нужно и учить язык, и искать работу, и социализироваться, вливаться в общество. Но вот как долго продолжается поддержка со стороны латвийского государства? Касаемо того же самого изучения латышского языка. Что они успевают выучить там за месяц, два, три, полгода? Сколько? Ну да, тут вы правы. Наша помощь, если говорить, социального работника, это три месяца, пока он в процессе убежища, и дольше, пока МВД принимает решение. А потом, 12 месяцев после, он получил статус. Ну, 15 месяцев, до 20 месяцев социальный работник, может и ментор с ними работать. Помощь, как бы, это, ну, социальная гарантия, у них до 10 месяцев. Язык они могут учить, пока они в статусе убежища, в муциннике, потом они идут, могут идти в агентуру, ну, дарбинаты в салс-агентурах. Гусеверство занятости, да? Да, да, и там учиться. Но там они могут учить латышский язык, только если они безработные. И тут опять мы в этом вопросе, как они могут, и там, да, им платят 5 евро за то, что они посещают каждый класс, но это не, как вы понимаете, если у вас есть семья, вы же не можете содержать. Но даже один не выживешь. Не каждый день ты ходишь на какие-то курсы, не каждый день ты получаешь эти несчастные 5 евро, и снимать жильё, и что-то есть надо, в конце концов. И на работу не устроиться, потому что тогда лишаешься этого. Этой части пособия, ну, какой-то замкнутый круг. Но, хорошо, наверняка, есть же какая-то статистика, наблюдение, на какую работу чаще всего устраиваются эти люди? Ну, как я знаю, они работают как более-менее физическую работу, те, у которых нет, например, латышского, конечно, или русского языка. Те, которые, например, приехали из Белоруссии, нам на то же, значит, это тоже с статусом или беженцем, или альтернативным. У них уже более квалифицированная работа, потому что они с образованием, и они очень хотят учить латышский язык. Это я знаю, я говорила с учителями, они говорят, они оканчивают одни курсы, другие курсы, уже идут в латышские компании. Так что на те, у которых нет языка, это физическая работа такая. Да, у меня сразу вопрос по поводу менторов. Вот эти люди, которые работают с беженцами, каким образом они с ними общаются? То есть это же могут быть самые разные языки мира. И как происходит общение? И вот, например, действительно, сколько у этого ментора может быть, насколько они нагружены? То есть как много человек, которым они помогают? Ну, если интерес вот к этой работе, например, вот хотят ли латвийцы работать вот в такой сфере, как ментор для беженцев? Знаете, я могу сказать, что есть менторы, которые работают у нас уже 4-5 лет. Ну, они меняются, но они работают. Конечно, когда мы спрашиваем, например, как сейчас у фонда Caritas, ну, чтобы ментор знал еще один или два языка, русский или английский, но, конечно, вы право говорить, что есть такие языки, как, например, Pushti и все другие. Там нам помогает другой фонд из интеграции, который предоставляет переводчиков. Переводчиков, да. Да, в этом проблема есть. Но если, конечно, есть какой-то уникальный язык, который в Латвии нет, ну, тогда где-то там, ну, месяц или недели и ищут. Ну, так, это нечасто. И помогают. И менторы, да, я вижу, как они работают. Есть такие, которые с такими энтузиазмами работают. Например, были трудности открыть счет банки. Если нет счета банки, то даже пособия не можно получить. Я знаю менторы, которые шли по 5 раз в банк, пока открыли человеку счет банки. И это, ну, очень такое, ну, с энтузиазмом они работают. Те, которые, которые мне нравятся это работа, те там, место долг, их там нет, они уходят. Те, которые хотят работать, они, как я сказала, годами работают и знают клиента, живут за клиентом, помогают ему и все такое. Алда Себра с нами на связи, глава дела инструментов развития Фонда общественной интеграции. Мы говорим о беженцах и о лицах, ищущих убежище в нашей стране. Госпожа Себра, вы упомянули, ну, разделили тех самых беженцев и ищущих убежище на представителей, ну, скажем так, стран, республик бывшего Советского Союза, которые более-менее мы друг другу понятны, и люди, приехавшие из других регионов, ну, как правило, тот же самый Афганистан, Иран, Ирак, подобные страны. Что касается вот этой второй части, они приезжают в Латвию в поисках лучшей доли не первого года, даже не первого десятилетия. Формируется ли какая-то община здесь, в Латвии, этих людей? Потому что, ну, опять же, чуть раньше вы сказали, что кто-то не может устроиться, он в поисках своих единоверцев или общины, уезжает дальше во Францию, в Германию и так далее. В Латвии неужели за эти годы не стали формироваться эти этнические группы? Я скажу нет, это очень мало таких. Есть, конечно, люди из Ирака или из Афганистана, которые тут живут как семьи много лет, но нет таких общин, как вы, например, думаете, как, например, в Германии или в других странах. Это потому, что они не задерживаются здесь в должном количестве? Или, к сожалению, не помогают друг другу? Нет, я не скажу, что они не помогают. Это люди всегда друг другу помогают, но они большинство не задерживаются тут, да, потому нет, это так и общин. Насколько, если статистика примерно, вот какое количество человек было интегрировано, которые, ну вот, они уже пополнили, можно сказать, ряды латвийских жителей и работают, остались здесь? Ну, я сейчас процентов вам не скажу, потому что вопрос, когда человек считается интегрирован, интегрирован, да, это вообще такой длинный вопрос, знает язык или работает, или чувствует себя латвийцами, нет, нету такой градации, но мы в этих годах у нас было более 1200 клиентов, если мы говорим с 2016 года, ну, не хочу соврать, но я думаю процентов 20, но я не надо тогда проверить, но не скажу, сколько сейчас осталось, потому что когда заканчивается наша помощь, мы как бы больше не следим за этими людьми. Но через вашу службу прошло где-то 1200 человек, то есть можно уговорить вот о таких. Вот как раз я хотел задать вопрос, а вы уже почти ответили, что не следите за дальнейшей судьбой, а очень интересно, как раз таки, ну, вот эти 1200 человек только с 2016 года были же и до этого, и вы сказали, что, как правило, это низкоквалифицированный физический труд, а интересуют, были ли какие-то истории успеха? Действительно, вот беженец, который приехал абсолютно вот с пустыми руками и прошел муценики, и потом, как у него все задалось в жизни хорошо? Известны ли вам такие случаи, именно вот история успеха, что можно назвать? Ну, я думаю, есть такие, но я говорю, я, например, последние два года, когда из Беларуси люди пришли, мы иногда с ними разговариваем, как у них тут дела, и я вижу, они живут, работают, дети идут в школу, и это идет вперед. Питая есть из бывших стран Советского Союза есть такие семьи, и есть семьи, если я не ошибаюсь, мне кажется, или Афганистана, или Ирак, живут уже лет четыре или пять, работают, дети идут в школу, есть такие истории, да, да, если, но это главное, если есть поддержка, если человек хочет, тогда очень много можно достичь, да. Но мы можем вспомнить прекрасные примеры и депутатов даже Сейма из Ливана и Сирии. Все-таки там другая ситуация, человек не был беженцем, но тем не менее, хорошо, это хорошо и приятно, что люди действительно приезжают к нам за помощью и поддержкой, во-первых, ее получают и остаются здесь и спокойно живут, и работают, растят детей, дети ходят в школу и развиваются, это замечательно. Мы благодарим Алду Себра, главу отдела инструментов развития Фонда общественной интеграции за рассказ, хорошего дня, успехов, конечно же, вам, вашим нелегкому труде. У нас небольшая пауза, после которой мы поговорим с владелицей музея, можно сказать, музей детства, музей игрушек. Оставайтесь с нами. На одной волне. Субтитры создавал DimaTorzok